Приветствую всех дорогие друзья. За последние дни произошло очень много интересных событий. Одно веб-оздание рассказало, как сделать из RX 6800 более старшую видеокарту, AMD тем временем уже сказали дату презентации, а новое поколение Intel засветилось в первом тесте. Обо всем этом и о многом другом я расскажу вам прямо сейчас. Но перед тем как мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. А я хочу начать с новости о архитектуре RISC 5. На днях компания Micromagic представила 64-разрядная процессорное ядро на архитектуре RISC 5, которое по эффективности в сотни раз превзошло новейший ARM процессор Apple M1. Одно такое ядро способно показать в тесте Core Marks 55 тысяч баллов на 1 Вт потребленной энергии. А вот процессор Apple M1 в том же тесте показывает результат 10 тысяч баллов. И если это значение разделить на 8 ядер и 15 Вт, эффективность одного ядра будет меньше 100 баллов на 1 Вт. Разработчики Micromagic отмечают, что с таким потреблением они смогут предложить 25 ядерный процессор с возможностью питания от батареек, которому просто нет аналогов в мире. Если у них всё получится, то они могут стать первыми, кто покажет возможности архитектуры RISC 5. Тем временем в зелёном лагере наконец-то случился успешный старт продаж. Видеокарты RTX 3060 Ti успешно доехали как до РФ, так и до Украины и большинство из них доступны до сих пор. Правда за стартовые 42 тысячи рублей их найти уже очень тяжело, но наличие в магазинах на старте продаж очень даже порадовало. В описании под видео я оставил ссылочки как на самые дешёвые версии, так и на дорогие. А один аналитик решил посчитать сколько заработали партнёры AMD и Nvidia. Согласно их подсчётам за период с июля по сентябрь они отгрузили 11,5 миллионов видеоадаптеров общей стоимостью 4,2 миллиарда долларов. Тем временем Asus анонсировала релиз ещё одной видеокарты RTX 3090. Устройство получило название Turbo и как нетрудно догадаться оборудовано системой охлаждения с турбиной. Сам вендор отмечает, что RTX 3090 Turbo разработана для корпусов с ограниченным внутренним пространством и систем с несколькими видеокартами. И давайте посмотрим на новые комплектующие, которых за последние дни вышла целая гора. Компания Sapphire выпустила материнскую плату FS-FP6 формата Mini STX с распаянным процессором Ryzen Embedded V2000. Такая материнская плата поддерживает установку двух модулей оперативной памяти SODIMM DDR4 с максимальным объёмом 64 Гб. А некоторые сетевые ритейлеры сообщают, что в семействе накопителей Samsung 980 Pro появится флагманская модификация, способная хранить 2 ТБ данных. Скоростные показатели пока что не сообщаются, а цена составит 590 долларов США. Также на днях пополнился ассортимент накопителей от польской фирмы Wilk Electronic. Они выпустили линейку NVMe накопителей Goodram ARDM M2, в основе которых лежит контроллер Fison и микросхемы флеш-памяти Tridenant TLC. Сам модельный ряд будет представлен объёмом на 256 и 512 Гб, а также на 1 ТБ и 2 ТБ. А вот компания Aerocool выпустила целых три системы жидкостного охлаждения под названием Mirage. Все системы являются необслуживаемыми и оснащены фирменной системой подсветки Infinity Mirror, которая действительно является уникальной и очень красивой, поскольку благодаря встроенным в вентиляторы и помпу зеркалам создаётся эффект бесконечности. Компания же Biostar представила материнскую плату B550M Silver, которая располагает сетевым контроллером на 2,5 Гбит. Также можно отметить приятный внешний вид и отсутствие какой-либо информации о питальнике. Ну а чтобы процессоры не закипали, компания Adata представила универсальную систему жидкостного охлаждения XPG Levante 360. В её состав входит алюминиевый радиатор на 360 мм, который обдувает три 120 вентилятора. В их конструкции применяется гидродинамический подшипник, а скорость вращения управляется методом ШИМ в диапазоне от 600 до 2000 оборотов в минуту. Вследствие чего создаётся поток воздуха объемом до 105 кубических метров в час. На российском рынке новинка должна появиться уже в ближайшее время, но цены пока не называют. И давайте взглянем на очень яркие новости из синего лагеря. На последней квартальной конференции глава Intel заявил, что специалистам компании удалось устранить дефект, который вызвал задержку в освоении 7-нанометровых технологий. А уже к январю руководство должно решить, какие из продуктов 2023 года Intel будет выпускать сама, а какие отдаст сторонним производителям. Сам глава Intel считает очень важным 2023 год и по его мнению сейчас должны приниматься те решения, которые повлияют на своевременность выхода этих продуктов и место их фактического производства. Если Intel поймёт, что сторонний исполнитель сможет вывести важный продукт на рынок раньше, то он получит заказ на его производство. Тем временем онлайн-база Geekbench послужила источником утечки теста процессора Intel Rocket Lake S, который показал весьма неплохой результат. На его борту было 8 ядер и 16 потоков, что по слухам является самой старшей моделью Rocket Lake S. 16 Мбайт кэша L3 и работал он на частотах от 3,4 до 5 ГГц. А веб-ресурс видеокардс сделал таблицу со сравнением результатов, из которой стало известно, что восьмиядерный Rocket Lake S выступает на одном уровне с Ryzen 7 5800X. И хоть производительность на ядро действительно стала лучше, но в многопотоке он проигрывает даже Core i9-10900K, который, кстати, протестировало японское веб-издание. Целью такого тестирования было выяснить, каков прирост от активации технологии Smart Access Memory. Они использовали материнскую плату от Asus, где уже реализована поддержка этой технологии и эталонную RX 6800 XT. И результаты такого теста действительно впечатляют. В новом Assassin'е прирост от активации Resizable Bar помог поднять средний FPS на 14%. В Forza Horizon 4 улучшения были по всем параметрам, хотя количество кадров и так космическое и позволяет играть даже на 240 Гц. В RDR2 активация технологии очень сильно сказалась на минимальном кадре. Такая же картина наблюдалась и в Rainbow Six Siege. А вот из красного лагеря прилетела дата появления Lizzy Su на сцене. Она будет выступать на CES 2021 12 января будущего года. Само мероприятие будет проходить в течение одного часа, о чем сообщил официальный аккаунт AMD в Twitter. На самой презентации могут показать мобильные процессоры Ryzen и возможно младшие модели на Zen 3. И скорее всего покажут видеокарты RX 6700 XT и RX 6700. Также нам могут рассказать про переход на новую платформу и память DDR5. Тем временем веб-издания VCC FTech рассказали как из RX 6800 сделать более старшую XT. В качестве тестового варианта они взяли референсную видеокарту RX 6800 и не проводили никаких сложных манипуляций с прошивкой BIOS. Они просто разогнали память до частоты 200 МГц и подняли ядро на минимальную частоту в 2-350 МГц и максимальный предел зафиксировали на 2-450 МГц. В результате они получили производительность токовой видеокарты RX 6800 XT. Например, в четвертой форзе она даже обошла старшую модель, а в ларке немного проиграла, но выступила на том же уровне. В целом результаты либо на уровне RX 6800 XT, либо чуть ниже. Все результаты тестов можете посмотреть в оригинальной статье. Ссылочку на нее я оставил в описании. Тем временем старшую видеокарту RX 6900 XT протестировали в тесте OpenCL Geekbench. Там она набрала 169 тысяч очков, что примерно на 12% выше чем у видеокарты RX 6800 XT и на 35% больше относительно показателей RX 6800. А если сравнивать эти показатели с зеленым лагерем, то RTX 3080 демонстрирует на 4% лучший результат, а RTX 3090 просто быстрее на 19%. Но продукты Nvidia всегда хорошо показывали себя в OpenCL бенчмарке, так что такое сравнение не очень объективно. Плюс ко всему, на днях в Geekbench засветился Ryzen 7 5800H, который AMD должна представить на презентации в январе. Он оперирует теми же 8-ю ядрами с поддержкой SMT и получил частоту на 300 МГц выше, чем у актуального Ryzen 7 4800H. Также вырос и кэш с 8 до 16 Мбайт, а сама архитектура Zen 3 точно принесет ему неплохой буст производительности. И под конец выпуска хочу немного отойти от компьютерных новостей и отправиться в космос. Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что первый человек вступит на поверхность Марса уже через 6 лет. А если всё будет хорошо, то это событие сможет произойти ещё на два года раньше, то есть в 2024. Ранее он говорил о 2025 году, но судя по всему это среднее значение, когда человек должен приземлиться на Марс. Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. Также хочу сказать спасибо всем кто поддерживает канал донатом и отправляет мне актуальную информацию о ценах на видеокарты. До скорых встреч друзья.